Сегодня 7 октября, среда. Обычно в такое время, в такие даты, я уже не даю пчелам белковые подкормки. Но вчера мы были в Северной Каролине, в лесной глубинке, где у нас имеется тачок, и там не было достаточного количества пыльцы. Ульи там хорошо отработали летом на производстве меда. Но без пыльцы в конце лета с золотарника и подсолнечника они не будут выращивать столько расплода, сколько мне бы хотелось. Поэтому вчера вечером мы перевезли их на тачок к югу от нашей базы, вокруг которого цветет много золотарника. Мы также дадим им лепешки с белковой добавкой, чтобы помочь им в выращивании расплода. Многие пчеловоды считают, что протеиновые лепешки стимулируют выращивание расплода. Но это не совсем так. Они больше хороши для поддержания яйцекладки, чем стимулирования возобновления выращивания расплода. Сочетание слабого сиропа и протеиновых лепешек должно помочь им выращивать побольше расплода, в особенности с поступлением природной пыльцы с золотарника. У нас остается всего две недели для такой подкормки перед тем, как начнется похолодание и прекратится поступление природной пыльцы. Мы можем растянуть этот процесс совсем немного с помощью белковых лепешек до конца октября, даже 1 ноября, если нам кажется, что это нужно. Если благодаря этому будет 1-2 дополнительных выхода расплода, я буду доволен, и затем мы закончим. Затем мне уже нужно, чтобы они остались без расплода на зиму, потому что нам нравится обрабатывать их щавелевой кислотой в конце ноября-начале декабря. Мне не хочется стимулировать выращивание расплода в течение всей зимы, и я думаю, что прекращение выращивания расплода лучше для их здоровья, особенно чтобы мы смогли использовать щавелевую кислоту. В любом случае мы покажем, как мы это делаем, мы положим в каждой улей протеиновую добавку. Щавелевая кислота лучше всего работает у нас в конце ноября и начале декабря, когда наши пчелосемьи без расплода, поскольку кислота убивает клеща только на пчелах, где находится 20% клеща, но не в печатном расплоде, где его 80%. В случае двойных корпусов, где много пчел, мы кладем лепешки между корпусами. В однокорпусных мы кладем все поверх. Посмотрим, как выглядит один такой улей из двух корпусов. Сразу видно, что в нем мало пчел. Первое, что я хочу сделать, это убедиться, что у них нормальная матка. Вес корпуса хороший, но пчел не так много. Я сразу посмотрю центральные рамки, где должен быть расплод. Вот так. В них есть перга и немного расплода. Похоже, что у них расплод всего на двух рамках. Да, здесь недостаточно расплода. Мы дадим им лепешку и ведро сиропа, чтобы они увеличили количество расплода в течение двух-трех недель. Лепешки белковой добавки от компании Man Lake. Называются Ultra Bee. Еще ведро на 9 литров, я думаю, их прилично расшевелит. Это хорошая, готовая к зиме семья, но ей нужно небольшое стимулирование. Цитата. Поступление нектара сохраняет присутствие открытого расплода в улье и воспроизводство популяции на высоком или растущем уровне. Такое состояние может быть создано искусственно поступлением сахарного сиропа. Дак Саммервилл. При однокорпусной системе я поступаю с семьями немного по-другому, поскольку вы не можете поместить лепешку между корпусами. Сложность с размещением лепешки над рамками и накрытием ее плоской крышкой в том, что малый ульевой жук может пройти между крышкой и лепешкой и начать откладывать яйца. Жуки смогут создать гнездо без доступа туда пчел. Пчелы не смогут пролезть и почистить. Ульевые жуки могут быть проблемой в Джорджии, поэтому мы используем крышки с выбранным в них ободком или отдельный ободок крышки. Оба примера я покажу. Итак, мы делаем двумя способами. Либо используем крышку с выбранным выступом по краям, а также мы можем использовать вот такой отдельный ободок. И тот и другой работают. Таким образом мы пытаемся создать всего лишь небольшое пространство под крышкой, чтобы пчелы могли забирать всю лепешку со всех сторон. Давай для примера используем этот ободок, Джон. Итак, чтобы поставить ведро, мы должны найти центр. Здесь центр. Мы разделяем порцию на две части и располагаем на равном расстоянии центра. Чем ближе подкормка к расплоду, тем лучше ее будут брать пчелы. Эта семья неплохая. Я предполагаю, что этой семье хватит два ведра по 9 литров сиропа для готовности к зиме. Вероятно, в течение недели-десяти дней им также нужно дать еще одну порцию белковой добавки, чтобы они подошли к зиме в отличном состоянии. Цитата. Природная естественная пыльца имеет наилучший стимулирующий эффект, вероятно, больше, чем сироп. Доксам Эрвилл. Улучшение здоровья пчелосемьи. Когда я смотрю на эту рамку, можно бить тревогу. Я вижу молодых личинок, пчелы пытаются вырастить расплод, но я не вижу большого количества молочка, которое говорит обычно об очень хорошем питании. Когда пчелосемья хорошо питается, в улей поступает много пыльцы, тогда вы видите в ячейках большие лужицы молочка под личинками. В этой семье такого нет, так что мы дадим ей белковую лепешку, а также слабого сиропа. Посмотрим, сможет ли это приводрить ее немного. Вот здесь, кстати, матка. Помечу ее. Обильное количество молочка у личинок, как показано на фото, это знак хорошего питания. Пчелосемьи, испытывающие дефицит питания, более чувствительны к вирусам и болезням. Учитесь читать по сотам. Взяток или обеспечение сахарным сиропом пчелосемьи повысит гигиену, особенно стимулируя более взрослых пчел и обычно ведет к сокращению расплодных болезней. Кроме того, когда пчелосемьи быстро расширяются, дисбаланс между количеством молодого расплода и пчел-кормилец может иногда создавать ситуацию, когда в ячейках получается мало молочка, что выглядит как при плохом питании. Дисбаланс также может быть заметен в некоторых семьях, развивающихся из пчелопакетов. Пчелопакеты должны формироваться, когда летные пчелы находятся в поле с целью уменьшения количества более старых пчел. Пакеты должны содержать пчел, взятых из гнезда, а не только из магазинов, как это иногда делается. Высокий процент более молодых пчел улучшит прием маток, здоровья и производительность только что установленного пчелопакета. Интересная заметка для пчеловодов-новичков. В магазинах может быть больше старых пчел, чем вы можете думать. Если удалять пчелы из магазинов с помощью воздуходува, большинство из них уже знают путь домой. Во многих наших ульях из двух корпусов имеются рамочные кормушки. Раньше, когда я много кочевал, я ставил под такой кормушки в каждый верхний корпус. Это нужно было, чтобы где бы мы ни находились, даже вне штата, мы могли подкормить улья. Сейчас мы уже не кочуем так далеко, поэтому не во всех ульях они есть. В некоторых есть, например, в этих двух. Сет, подойди поближе, хочу поговорить кое о чем. Это рамочная кормушка от компании Manlake. Она с сеткой. Пчелы могут спускаться и подниматься по ней, как по лестнице. При этом они не могут попасть в сироп. У кормушек имеются такие резинки, чтобы сжимать стенки. Но резинки изнашиваются очень быстро. Поэтому часто возникают небольшие пространства, когда кормушка заполнена. Она набухает, и пчелы могут пролезть внутрь. Если пчелам это удается, они тонут, и получается самое большое месиво, что вы только могли видеть. Поэтому очень важно прижимать рамки вплотную к этой кормушке, чтобы она не разбухла. Если не удается стиснуть ее рамкой, то можно поставить брусок, чтобы кормушка не разъехалась. Давайте перезаполним ее. В данном случае это кормушка на полтора галлона, 6,8 литра. Бывают также кормушки на 1 и 2 галлона. Кормушки на 2 галлона, это 9 литров, шире, и с ними становится очень тесно в улье. Очень тяжело вставлять и вынимать рамки. А если использовать кормушку на 1 галлон, это 4,5 литра, то она шире, чем 1 рамка. И возникает такая же проблема, как и с кормушкой на 2 галлона. Если ставить 9 рамок, то будет слишком тесно. А если поставить 8, то с другого края будет слишком много пространства. Поэтому мы предпочитаем полтора галлона, 6,8 литра. Этот улей очень легкий, поэтому мы заполним не только внутреннюю кормушку, но и поставим сверху ведро. Одно из белых. Меня время от времени спрашивают, почему мы используем белые или черные ведра. Я начинал много лет назад, используя только белые ведра. И они изнашиваются со временем. Они становятся очень ломкими. Этому ведру всего 4 года, и оно уже очень хрупкое. И вот сейчас сломалось. Много часов использования. Один мой товарищ с юга Джорджии сказал, что черные ведра более долговечные. И он оказался прав. Ультрафиолетовые лучи вызывают порчу многих видов пластика. Я заметил, что черные служат дольше. Но у них тоже есть существенный недостаток. А именно в жаркий день, такие ведра, как это, могут очень сильно нагреваться. И если вы ставите их на слабые семьи, то они не способны разобраться с излишним потоком сиропа, которое подогретое ведро выдает. Это может создавать проблемы. Так что мы ставим такие ведра только на сильные семьи, чтобы они могли усваивать льющийся сироп, когда ведро нагревается с утра. Это недостаток таких черных ведер. Если бы не это, я бы предпочитал черные ведра. Но из-за этого я, вероятно, больше черных ведер покупать не буду. Мне не нравится этот аспект. Не всегда имеются сильные семьи, чтобы ставить на них черные ведра. Взамен кочевых калифорнийских плоских крышек с отверстиями для подкормки, многие пчеловоды ставят ведра с сиропом на плоский подкрышник и накрывают их пустыми магазинами и крышкой. Таким образом, эта проблема с черным цветом ведер решается. Мы так не работаем из-за дополнительного инвентаря, который нужно иметь. Когда вы ставите ведро, сироп немного протекает до тех пор, пока не возникнет вакуум. Это может вызывать воровство. На этом тачке семьи не слабые и смогут себя защитить. Я не вижу ничего страшного здесь. Но если вы заполните ведро не полностью и перевернете его, то воздух более эластичен, чем жидкость, и много сиропа протечет, пока в ведре возникнет сопротивление всасывания. Так что нужно всегда заполнять ведра полностью, чтобы не слишком много жидкости вытекало до того, как создастся вакуум в ведре. Подкормка пчел не делает их ленивыми. Они быстро теряют интерес к сиропу во время взятка. Многие из семей, что мы сегодня перевезли, стоят на перегородке с двойной решеткой. Мы делаем их самостоятельно. Это промышленная прочная версия. У нее имеется также решетка, но она из фанеры высокой плотности. Это отличный материал для крышек и доньев. Через отверстия в отводке поступает теплый воздух. Эти корпуса стояли сверху над ульями, что мы сегодня ночью перевезли. Появилась хорошая возможность разделить их и поставить на новое место. Мы оставим их на зиму. На этих перегородках ничего плохого нет в том, что они перезимуют так. Небольшая утечка воздуха идет через отверстия, но это не так, как с полным сетчатым дном. Так что мы оставим их так до весны. На этом тачке у нас довольно сильный напад. При таком нападе бывает трудно наполнить ведра сиропом. Поэтому небольшая хитрость. Мы обдаем ведро дымом, чтобы отогнать пчел, пока мы заполняем ведро сиропом. Когда мы переворачиваем ведро, мы стараемся, чтобы сироп лился в отверстие, не по крышке, если это возможно. Ставим ведро сразу же ровно над отверстием. Эти пробки для ведер, которые мы используем, очень классные. В этой пробке около 12 отверстий. Каждое отверстие сделано сверлом на 1,16 дюйма. Это 1,5 мм. Если использовать сверла чуть больше такого диаметра, то будет излишняя течь. Раньше я использовал ведра с отверстиями с металлической сеткой. Мне они также нравятся, но благодаря сетке у пчел был полный доступ к сиропу. Таким образом, мы не можем самостоятельно рассчитывать время освоения ведра с сиропом. Иногда мне подходит, чтобы они забирали весь сироп за пару дней, а иногда мне нужно, чтобы они делали это за 4-5 дней, или даже за 7 дней. И такие пробки помогают упростить эту задачу. В некоторых мы делаем 3 отверстия, в некоторых 30. Все зависит от вашей цели, от того, за какое время вам нужно, чтобы пчелы забрали ваш сироп. Если сироп забирается ими быстро, и он плотный, то он не имеет большого стимулирующего воздействия. Но если он более слабый и потребляется медленно, то он дает более стимулирующий эффект. Мы можем контролировать этот процесс с помощью отверстий в таких пробках. Цитата. Обеспечение пчел небольшим количеством сахарного сиропа пропорции 1 к 1 на постоянной основе максимально увеличивает стимулирующее воздействие. Обеспечение большими объемами более плотного сахарного сиропа значительно сократит стимулирующее воздействие. Даг Саммервилл. Более подробно о ведрах, пластиковых и сетчатых пробках, рамочных кормушках, плоских кочевых крышках, оборудовании автомобиля во второй, третьей, четвертой части серии под кормку пчел от Боба Бинни. Сегодня дождливый день на северо-востоке Джорджии. Увеличение веса, улучшение качества кормов. Пчелы очень радушно нас встречают. Меня слегка разодоривает, когда кто-то хвалится, что работает с пчелами без сетки и дыма. Не думаю, что что-то бы у них получилось сегодня на этом тачке. Пчелы совсем не рады видеть нас. Сегодня 10 октября. Мы используем подкормку в качестве инструмента для достижения желаемых результатов. Это пасека-пример. Она была установлена в мае 5-рамочными отводками. Мы заселили их в эти 10-рамочные корпуса. Подкармливали их слабым сиропом для стимуляции строительства сотов и выращивания расплода, чтобы они смогли в июле собрать урожай меда оксидендрума. И это сработало. Семьи достигли большой силы к медосбору. Несколько из них даже отроились. Подкормка сиропом может иметь весьма стимулирующий эффект и вызывать роение. Я знаю, что многие поэтому подкармливают кукурузным сиропом с высоким содержанием глюкозы, особенно ранней весной, не желая чрезмерно стимулировать пчел. Сахароза определенно больше стимулирует, чем высокоглюкозный кукурузный сироп. Цитата. «Белый сахар – это чистая сахароза и таким образом имитирует нектар». Было обнаружено, что глюкоза и фруктоза вдвое менее привлекательны для летных пчел, чем сахароза. Я знаю, что подкормка пчел с сахарным сиропом – это противоречивая тема. Но есть один аргумент, который помогает понять суть процесса. Мед не является самым лучшим питанием для пчел. На самом деле, лучшее питание для них – это свежий нектар. Я знаю, это звучит странно, но это действительно так. Мед – это нектар, который был переработан так, чтобы он мог храниться без порчи и без брожения. Мы не должны также путать питательные свойства меда, которые нами считаются основными для потребности пчел. Мед – это нектар, который перерабатывается в пищу для выживания. Но большую часть питания пчелам дает пыльца, а не мед. Я не говорю, что мед не может быть лучше, чем сахарный сироп. В меде имеются питательные элементы, которых нет в сахарном сиропе. Но люди немного путают и не понимают, откуда пчелам поступает большая часть питательных элементов. Тут мы подкармливаем пчел в зиму. Это уже вторая порция. Сегодня 10 октября. Вероятно, эти семьи мы подкормим еще один раз. Ранее мы давали им сироп в пропорции 1 к 1. Это было в сентябре. Сегодня мы используем сироп полторы части сахара на одну часть воды. А через 10 дней мы дадим им еще более плотный сироп 2 к 1. По мере похолодания нужно увеличивать содержание сахара в сиропе, поскольку из-за снижения температуры пчелам становится тяжело избавиться от лишней влаги. Неважно, нектар ли это или сироп. Бывает так, что мед не является лучшим питанием для выживания во время зимы. К счастью, в данной местности у нас нет такой проблемы. Например, в случае с темными сортами меда, в которых содержится много неусваиваемых элементов. Падь с высоким содержанием декстрина. В обоих случаях у пчел может возникнуть недержание, особенно когда они не могут вылетать очень долго, как на севере. Мое любимое время для подкормки в зиму наступает в августе-сентябре, и мы оканчиваем подкормку в октябре. Стараемся не дотягивать до ноября, когда становится слишком прохладно. Я предпочитаю, чтобы жидкий нектар или сироп на хранение в зиму перерабатывали летные пчелы. Цитата. Жаль, никто не может объяснить мне неприятие обыкновенного среднего пчеловода подкормки его пчел с сахарным сиропом. Было доказано, а не предположено, что сахарный сироп является лучшей зимней пищей, чем мед, и он никогда не вызывает никаких кишечных проблем для пчел, как делают это некоторые сорта меда, особенно осеннего. Джордж Эмири. Когда вы делаете сироп, неважно, используете ли вы вес или объем, для достижения пропорции один к одному или полтора к одному. Очень интересно, что кварта сахара весит примерно столько же, сколько кварта воды, так что объем и вес совершенно в этом деле не важны. Мы стараемся делать сахарный сироп по необходимости, потому что сироп в слабой легкой пропорции может бродить очень быстро. Он может начать бродить в течение 4 или 5 дней. Иногда мы добавляем Honey Bee Healthy или немного хлорки, чтобы замедлить ферментацию. Тогда сироп служит больше 4-5 дней. Цитата. Старый сироп может казаться нормальным, но увеличение содержания дрожжевых спор может иметь значительное разрушительное воздействие на взрослых пчел, что приводит к преждевременной смерти летных пчел. Док Соммервелл. Довольно интересно, что пчелы могут усваивать небольшие порции алкоголя, как и люди. Ну и как в случае с людьми, большой объем алкоголя плохо влияет на них и вызывает кишечные проблемы. Они начинают чувствовать себя очень плохо. Кишечные проблемы могут быть вызваны также и усугублены плохим питанием и плохими условиями. Это не конкретная болезнь, у них могут быть разные причины. Можно ли подкармливать пчел патокой, сиропом сарго, столовым сиропом, сиропом лорошкового дерева, кленовым сиропом, фруктовым соком, коричневым сахаром или сахарной пудрой, содержащей крахмал? Нет. Цитата. Самое странное относительно рафинированного сахара заключается в том, что он на самом деле очень хорош для пчел. Пчелы, которые вынуждены оставаться в улье в течение длительного периода времени, рискуют получить из-за меда кишечные проблемы. Чем больше тяжелых частиц в их питании, тем хуже для них. Темные сорта меда, содержащие высокое количество витаминов, минералов и других питательных веществ, тяжелее перевариваются пчелами, чем светло окрашенные сорта меда. Коричневый сахар, который также содержит тяжелые элементы, для них практически смертный приговор. Один из важных показателей – это зольность, измеряется при помощи сгорания вещества. Обычно образец меда может иметь зольность 0,17%, тогда как рафинированный столовый сахар – около 0,07%. То есть в меде примерно в 2,5 больше остаточных веществ, чем в сахаре. Лучше ли органический сахар для пчел? Цитата. Но типичный образец испаренного тростникового сока может иметь зольность 2,15%, в зависимости от производителя. Таким образом, зольность такого сахара в 12,5 раз больше, чем у среднего образца меда. Пугающее число, поскольку такая зольность напрямую влияет на кишечные расстройства пчел. Расти бёрлей. Вы можете растворить мед в воде и скормить его обратно пчелам, но он начинает бродить еще быстрее, чем сироп. Мы считаем, что подкормка с сахарным сиропом – это лучшее для нас решение. Ни сахарный сироп, ни растворенный мед сыто не забродят, если температура будет ниже 10 градусов Цельсия. Нужно учитывать еще один момент. Отсутствие взятка уменьшит гигиеническое поведение в пчелосемье. А скармливание слабого сиропа может побудить пчел на такое поведение, на улучшение гигиены. Поэтому скармливание слабого сиропа полезно для пчел. Но нужно понимать, что сироп может их простимулировать так, что они начнут роиться весной. Нужно правильно подходить к этому вопросу, знать, что вы делаете. В любом случае, эту пасеку ждет еще одна подкормка, и я думаю, что они будут готовы к зиме. Это хорошая пасека, они приносят хороший вырожай, они будут очень тяжелыми к зиме. Однокорпусники полны пчел. Сейчас прохладный дождливый день, и такое количество пчел показывает хорошую силу семей. И то, что они в хорошем состоянии. Можно заметить несколько пустых мест на поддонах. Я понимаю, почему так происходит. Очень многие не понимают, особенно новички-пчеловоды, что если семья роится и рождается новая матка, это совсем не гарантирует удачу. У вас на самом деле всего 75% вероятности, может быть 80% при хороших условиях, что новая матка займет свое место в пчелосемье, что она удачно спарится, не будет съедена птицей или мухой, или осой. Несколько семей на этой пасеке у нас отраились, именно поэтому тут пустые места. Такая проблема особенно проявляется на поддонах. Когда улья стоят на отдельных донях, в метре или двух, друг от друга, у нас выходят лучшие результаты по облету маток, чем на таких поддонах. На таких поддонах, только две трети, иногда три четверти маток облетываются успешно. Но это хорошая пасека. Какой гранулированный сахар самый лучший? Как тростниковый, так и свекловичный сахар, это чистая сахароза, так что они оба подходят для пчел. Да, сахарные свеклы это ГМО-продукт, однако генетической модификацией подвергается белок растения, а не углеводы, которыми собственно и является сахароза. Поэтому химический, тростниковый и свекловичный сахар идентичны. Николь Генетта. Стимуляция вывода расплода. Мне кажется, это один из отводков, которые мы снимали в ролике о делении пчелосемей. Ему давали два ведра очень слабого сиропа по 9 литров. Мы кладем 1000 фунтов сахара на бочку 2050-2075 галлонов. Примерно получается одна часть сахара на полторы части воды. Это очень слабый сироп. Посмотрим, что они сделали с ним. Взятка совсем не было, так что вся овощина, которую они выстроили, была выстроена на сиропе. В отличие от высокофруктозного кукурузного сиропа, слабый сахарный сироп сильно стимулирует пчел. В исследовании подкормок, проводимом для определения различий между подкормкой сахарным сиропом и кукурузным сиропом, было обнаружено следующее. В среднем, пчелосемьи, обеспеченные сахарным сиропом, выстроили 7916 сантиметров сотов, тогда как на кукурузном сиропе 4571 сантиметра. Чистая масса пчел, обеспеченных кукурузным сиропом, составляла 4,6 килограмма, тогда как на сахарном сиропе почти вдвое больше. Пчелы начали отстройку последней рамки. Эта рамка на две трети отстроена. А эта чуть-чуть не закончена. В случае, если пчелы не достраивают пластиковую овощину с передней стенки, я применяю один прием. Я переворачиваю рамку, вот таким образом ставлю рамку неоконченным углом к задней стенке. Таким образом они ее заканчивают. Подальше от сквозняка и света. На этой рамке тоже расплод, то есть пчелы расширили немного свое гнездо. Эта часть даже лучше. Они отлично работают на этих 4 галлонах сиропа, на 18 литрах. При формировании мы оставляли всего 4 этих рамки. Так что они стартовали только с этих 4 рамок. Эта рамка вся в расплоде. Изначально в отводке было 2,5 рамки с расплодом. Эту они очень хорошо отстроили. Я переверну ее, как я уже показывал, чтобы они закончили другой угол. При условной цене сахара 50 центов за фунт, это обошлось мне в 8 долларов. В любом случае, это то, что можно сделать с помощью сахарного сиропа. Вся эта пасека была подкормлена таким образом. Они все развились очень хорошо. Мы заполним ведро снова сегодня. Это будет уже их третье ведро, третья порция слабого сиропа. Некоторым ульям сзади меня еще есть куда развиваться. Так что, может быть, мы дадим им еще по одному ведру перед окончанием сезона. Сейчас 4 сентября. Они будут строить ващину еще пару недель. В конце сентября они прекратят ее отстраивать вообще. Что бы мы ни делали. Поэтому, если нам нужна сушь, то нужно отстраивать ее в течение ближайших 2-3 недель, а затем закрываться на зиму. Но они будут подготовлены хорошо к зиме. Я доволен тем, что вижу здесь. Все хорошо. Хотя эти пчелосемьи не собирали нектар, они приносили пыльцу. Интересная заметка. Подкормка с сахарным сиропом увеличивает сбор пыльцы. Хорошо для опыления садов. Пропорции сахарного сиропа, который использует Боб. Тот же тачок через месяц. Это последняя подкормка года для этой пасеки. Она появлялась в нескольких моих роликах. Это тачок для развития отводков. Можете заметить, что на некоторых ведра на 9 литров, на некоторых на 4,5. Сегодня 15 октября. Если бы я подкармливал позже, то давал бы сироп пропорции 2 к 1. Сейчас мы даем сироп 1 к 1, потому что у них еще много времени, чтобы испарить излишнюю влагу. Если бы я подкармливал в конце октября, ноябре я бы давал 2 к 1. Лучше проявить осторожность и не давать слишком слабый сироп в конце сезона, потому что у пчел должно быть время, чтобы убрать влагу перед зимой. Когда дневные температуры опускаются ниже 10 градусов Цельсия, им уже тяжело испарять влагу. В это время лучше давать им более насыщенный сироп. Сегодня около 18 градусов Цельсия. Обещают хорошую погоду еще пару недель, поэтому мы даем им сироп 1 к 1. В любом случае, это последний раунд. Они довольно уже тяжелые, в хорошей форме. В прошлый раз мы проверили их всех на наличие маток и их вес. Дали им столько сиропа, сколько им нужно. Или совсем ничего не дали некоторым из них. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на наш канал в Дзене и на Ютубе.